Прежде чем я начну вам что-то говорить по теме данного видео, хочу напомнить или объяснить тем, кто, возможно, этого не понимает. А именно, что сегодня существует целая масса новостных каналов разной степени раскрученности по нашей с вами любимой тематике. Их действительно очень много. И каждый подобный, будь это паблик или канал на ютубе, спешит как можно скорее запилить какое-то свежее видео с обзором, разбором, мнением, комментариями, советами и так далее и тому подобное. То есть, другими словами, когда в свет выходит какая-то игра, фильм, музыкальный альбом, книга, да что угодно выходит, то на некоторых ютуб-каналах, я не буду их здесь называть, уже чуть ли не на следующий день появляется какое-то видео нахрен обзор. Потому что это конкуренция, это война за просмотры, популярность и денежные средства. То есть, если авторы и владельцы этих каналов хотят собрать как можно больше просмотров, то они должны быть в числе первых, кто данный материал закинет к себе на канал. Соответственно, можно сделать такой вывод, что данная работа выполняется в спешке и в сжатые сроки, потому что учитывая количество этих каналов, быть первым или хотя бы в их числе, это реально сложно. И вот сейчас ответьте каждый сам себе на вопрос, а можно ли вообще по обзорам этих самых блогеров, которые спешат всех опередить и быть в числе первых, судить вообще о качестве того, о чем они записали в видео? Можно ли доверять их мнению, впечатлению и конечному умозаключению, если они просто на скорую руку пролетели по сюжету и то не факт, возможно даже не поняв его до конца? Если, опять же, например, как вы все знаете, любая игра полностью раскрывается для игрока только на повышенных уровнях сложности, что нередко влечет за собой дополнительные трудности и время на освоение. В случае же с Death Stranding, где присутствует целый мир с огромным прописанным кодексом, с громаднейшим количеством текста, историй, заданий, наград, прокачки вооружения и примочек для осуществления основной деятельности Сэма Портера Бриджеса, способом выполнения этих самых задач, ну и, конечно же, прочих интересностей и пасхалок, У меня на максимальном уровне сложности ушло больше 160 часов живого времени на то, чтобы раскрыть для себя этот мир и то, что сюда заложил Хидео Сан. Одолевал я ее очень долго. Учитывая свой возраст, огромное количество других дел и расставленных приоритетов, у меня нет много времени, чтобы залипать в игры вне стримов. У меня ушло много месяцев на то, чтобы закончить Death Stranding. Почему же я не включал ее на стримах? Спросите вы. Отвечаю. Это не тот проект, который стоит проходить вот таким образом, потому что стрим для меня это в первую очередь общение, потому что я уважаю тех, кто заходит посмотреть стрим и хотя бы пытаюсь уделить людям внимания, а уже во вторую очередь это поиграть в игру. И я прекрасно понимал, что нифига у меня не выйдет в данном случае совместить эти два пункта. Я постоянно буду отвлекаться то на чат, то на какие-то проблемы с самой трансляцией, если такие возникнут. Плюс, если я начну на всеобщее обозрение ее проходить, то и закончить должен буду соответствующим образом, а значит вне стримов я ее включить уже не смогу. В этом плане уж простите, я перфекционист и делал за эти годы всего лишь одно исключение. И именно поэтому я решил, что буду одолевать ее в гордом одиночестве и неважно сколько времени у меня на это уйдет. Писать сценарий к этому видео я начинал еще очень давно и в процессе прохождения что-то менял, корректировал, дописывал, дорабатывал, но или вовсе удалял какую-то тему целиком и начинал сначала с новыми мыслями. Поэтому уж простите, но вышел этот обзор именно тогда, когда он вышел. Я больше человек идейный, чем меркантильный, поэтому никогда не гонюсь за хайпом и не пытаюсь всюду быть первым. И делаю только то, что вызывает у меня реальный интерес. Если этот интерес где-то соприкасается с интересами моей аудитории, то это вдвойне прекрасно, добро пожаловать. И я слышал уже очень много негативных отзывов от людей, которые даже ни разу не включали эту игру сами, просто потому что насмотрелись видосов от этих блогеров-скорострелов. Вы просто представьте, какой бред они могут наплести, если они выпускают свои ролики в течение двух-трех дней после выхода такой громадины, как Death Stranding. Это, конечно же, дело каждого, но я настоятельно не рекомендую смотреть такие обзоры. Не спорю, исключения всегда бывают, всегда есть нюансы. Кому-то из очень популярных и известных деятелей разработчики могут предоставить копию игры за несколько дней или недель до релиза. Такое тоже бывает. Но лучше не стоит их смотреть, ибо вы только похерите себе впечатление. Также я хочу упомянуть, что я могу считать себя поклонником творчества Хидео Кодзимы примерно с 98-го года, когда в свет вышел Metal Gear Solid. Тогда я, конечно же, будучи комнатным беззаботным существом 8-9 лет от роду, просто залипал в отличную игру, перепроходил ее раз за разом, не задумываясь над очень многими вещами. Возможно, даже воспринимал все крутости и инновации как в геймплее, так и в подаче сюжета как должное, потому что в те годы было довольно много шедевральных тайтлов, которые с тех самых пор также тянутся многочисленными сиквелами по сей день. Но все равно работа Кодзимы уже тогда умудрялась как-то отличаться от всего, что было на рынке. Я не помню точное количество раз, сколько я прошел первый Metal Gear Solid, но точно больше сотни. Я помнил каждый диалог, каждый квадратик этой игры, иногда даже умудрялся залезать в какие-то вентиляции и щели, которые по каким-то причинам пропускал при первых прохождениях. Также то и дело выходил на какие-то новые диалоги по кодеку, которых прежде не было. Ну а что, в те беззаботные годы работы, семьи или же других увлечений у меня не было, я вполне мог себе это позволить. Но вот то, чего я действительно не мог, так это понять, как так после 7-8 прохождения одной и той же игры, в ней можно найти еще что-то упущенное. Игра ведь вполне линейная, ты идешь от точки А в точку Б по сюжету, без каких-либо побочных заданий. Это тебе не RPG, не GTA, никакая другая песочница. Что ж, в процессе моего взросления серия Metal Gear Solid также взрослела, обрастала новыми крутыми трюками, инновациями и удивляла игроков по всему миру. А уровень внимания Кодзимы к деталям в своих проектах с годами только увеличивался, и с развитием технологий на сегодняшний день чуть ли не достиг своего апогея. Серьезно, после того, как я поиграл в Death Stranding, я даже не представляю, как он и это собрался превзойти. Но мне кажется, и вот прям хочется верить, что для этого простого парня из Токио нет невозможного, лишь бы технологии и дальше продолжали развиваться и давать ему возможности реализовывать нереализованное. И знаете что? Я даже рад, что прошел эту игру довольно поздно и делаю этот обзор сейчас, а не на старте продаж, чтобы не бояться сболтнуть что-то лишнее для тех, кто еще в нее не поиграл. Потому как кто хотел, тот давно ее уже прошел. Либо на консоли во время ее недолгой эксклюзивности, либо уже Steam-версию, либо нагло утащил с торрента. И именно в обзоре вот на эту игру я себя сдерживать не планирую. Но по сюжету ничего говорить не буду, ну а если буду, то предупрежу заранее, потому что я даже в данный момент не знаю, куда меня в итоге занесет, так как видео обещает быть, ну не очень коротким. Сразу расставлю все точки над И и объясню, почему именно мне нравится Death Stranding, ну как и наверное все творчество Хидео Кодзимы. Так вот, я играю во что-то уже точно больше 25 лет, начиная еще с игр на MS-DOS, 8-биток, Тетрисов, Тамагочи, Волков с яйцами и так далее. Количество этих самых пройденных мной игр на самом деле уже сайт. Их уже точно больше тысячи. В жанрах я себя не ограничивал. Я люблю и гонки, и шутеры, и хорроры, и квесты, и РПГ, и японские РПГ, и стратегии, как военные, так и экономические. Словом, все жанры. В каждом существует что-то хреновое и что-то прекрасное. Свою дозу перенасыщения игровым контентом я уже в жизни получил, причем мне даже кажется несколько раз. И игры в какой-то момент, я даже сам не заметил в какой, стали для меня похожи друг на друга. Например, те же шутеры. Одно и то же. Что от первого лица, что и от третьего. Говоря очень простым языком, я вижу одни и те же механики, а из игры в игру меняются лишь враги и локации. Нечто аналогичное наблюдаю и с другими жанрами. Все ниши уже заняты давным-давно. Заняты и затерты до дыр. Что-то новое и необычное кто-то умудряется выдумать крайне редко. Лет 10-12 назад меня начал потрясать жанр интерактивного кино. Первая игра, с которой я столкнулся еще раньше, это была игра Фаренгейт. С 2005 года была чуть ли не родоначальником этого жанра, и я хотел больше чего-то подобного. От этой же компании позже мы получили Heavy Rain Beyond Two Souls. Ну а потом со временем их начали штопать очень многие. И в итоге сегодня они меня уже так же не удивляют и не радуют с такой же силой, как это было прежде. Хотя от того же Until Dawn, которая дожить до рассвета, я был в восторге. Хоть она вышла уже достаточно давно, я с ней ознакомился сравнительно недавно. Иногда что-то захватывающее таки проскакивает. Это одна из причин, почему я все еще окончательно не забил на игры. Кто-то из разработчиков до сих пор умудряется меня радовать. И вот Хидео Кодзима, это человек, который снова и снова переворачивает мое представление об играх. Благодаря ему и таким, как он, я в свое время перестал относиться к играм, как к играм. Это гораздо больше, чем игры, фильмы, книги, научные справочники по психологии и другим дисциплинам, включая военные. Это, мать его, все вместе взятое. В случае с его играми я каждый раз ощущаю авторский почерк, а не что-то конвейерное, что мы чаще всего сейчас получаем. К сожалению, выпускать что-то каждый год или два он не может по понятным причинам, потому что человек буквально целой вселенной в голове почти с нуля создает. Не знаю, как вы, но я бы уже точно башкой поехал. И каждая его игра сносит башню примерно вот года на полтора, может быть два. Там пока все купят, все пройдут, все все обсудят и так далее. Потом эта волна стихает, а там на подходе уже разрабатывается какой-то очередной снос башки. Мне понравилась идея, но вот вы просто вдумайтесь, мы управляем профессиональным доставщиком грузов в каком-то постапокалипсисе. Ни героем перекачанным, ни военным, ни детективом расследующим убийство, ни гонщиком, ни пилотом самолета, ни каким другим супергероем. Блять, доставщик. Некоторые, когда слышат слова симулятор доставщика, то сразу небось думают, что это работа типа еду доставлять. Да уж, некоторым бы только пожрать. Но нифига подобного. Напоминаю, что здесь у нас мир, разрушенный катастрофой. Разрозненное общество. И наша цель это как раз восстановить былое единство, подключая узлы, города, убежища в единую цепь. А грузы, которые мы таскаем, это чаще всего ресурсы, медикаменты, стройматериалы, детали для разного оборудования и так далее. То есть то, что необходимо для людского выживания. И вот эти самые люди, живущие в этих узлах, не таскают эти грузы между станциями самостоятельно. Не потому что им лень, потому что это опасно. Темпоральный дождь, существа, грабители, сложная проходимость. Но выживать в этом мире как-то надо. И вот в эту самую задницу раз за разом отправляются профессионально обученные товарищи, которые и доставляют этот самый важный для выживания груз. То есть если у вас заболел близкий человек, ему срочно нужен укол, вы сами не идете через горы и опасности за ампулой с лекарством. А за вас это делает Сэм Портер Бриджес и такие как он. И Кодзима создал мир, где это является одной из самых востребованных профессий. Причем создал еще до всех этих пандемий, когда все сидели по домам, а ребята из Яндекс.Еды и Делива Реклаба никогда не были настолько нужны, как в этот сложный период. Вот и думает теперь, Кодзима просто угадал с этой темой, или же он в самом деле прикидывал возможные варианты развития событий в будущем. Потому как в начале нулевых он уже угадывал и предсказывал некоторые вещи еще во время разработки Metal Gear Solid 2, что в итоге для соблюдения политкорректности приходилось концовку переделывать, дабы события, произошедшие в реальности, никто не пытался связать и ассоциировать с событиями из этой игры. Также некоторые моменты насчет частных военных компаний из Metal Gear Solid 4, которые как-то стали популяризироваться после 2008 года, хотя до этого существовали и прежде, но были в основном на службе у государств, когда в какие-то моменты нельзя было действовать открыто и отправлять в зоны конфликтов свои регулярные армии. В итоге же эти частные армии начали работать уже и на негосударственные предприятия и олигархов, которые в тех или иных конфликтах преследуют свои интересы, ну или же сами преследуют цель создать какой-то новый конфликт с нуля. Пример таких армий в реальной жизни я здесь приводить не буду из соображений политкорректности, как говорится, кто понял, тот понял, но если кому интересно, можете в личку мне написать, может кому и отвечу. Не спорю, всегда есть вероятность плагиата, типа Кодзима что-то где-то у кого-то посмотрел, подрезал, выдал за свою идею и так далее, но лично мной на плагиате гений замечен не был. Признаюсь, я не пытался его ловить, искать какие-то компроматы и разоблачения, я здесь нахожусь не за этим, поэтому у кого есть желание, давайте сами. Надеюсь, я объяснил доходчиво, откуда растут ноги у моей любви к творчеству Кодзимы, и мы можем наконец приступать к обзору Death Stranding. Это, наверное, было самое долгое вступление в моей жизни, но без него в данном случае было, ну просто никак, потому что теперь вы гораздо проще и правильней поймете всю последующую информацию и рассуждения в этом видео, плюс большая часть вопросов, которые могли у вас ко мне возникнуть, уже, я думаю, получили свой ответ. В любом случае, благодарю всех за внимание, ну а мы начинаем обзор. Представь Амелию и ее берег. Ты ведь ее любишь? Ты ее любишь. Вот он. А, уже почти все. Два, один. Все-таки развитие технологий, да и просто само развитие в целом, штука чрезвычайно важная, непредсказуемая и, само собой, нужная. Но чем дальше мы продвигаемся в той или иной области, тем сложнее нам становится продвинуться еще дальше. И так раз за разом. Что касается компьютерных игр, в которые мы с вами все с удовольствием играем, сейчас наблюдается что-то вроде стагнации в их развитии. Много лет назад, когда не было ничего, кроме пиксельной квадратной графики, мы все понимали, что с годами игры будут становиться все реалистичней. Год за годом так и происходило. Ну а сейчас мы наблюдаем практически фотореалистичность. То есть, что, на ваш взгляд, может быть еще круче этого? Только съемка реальных видеокадров реальными видеокамерами, но это уже будет буквально кино, а не игра. Надо ли оно нам? Лично мне не особо. Игра так или иначе должна оставаться игрой. Поэтому меня и думаю, что не только меня на данном этапе вполне устраивает качество графики в играх и будет устраивать еще долгие годы. Ну и чем же нас в итоге удивлять? Спросите вы. Если графика на сегодняшний день уже и так чуть ли не предельно крута. И на этот вопрос у меня есть вполне тривиальный, но все же правильный ответ, что удивить и порадовать можно и нужным. Не только хорошей графикой, а еще и сюжетом, геймплеем и различными новыми механиками. В какой-то момент стало возможным оцифровать в графическую среду совершенно любого человека, чем сейчас многие разработчики и пользуются. Всегда ведь приятно поуправлять кем-то, с кем мы уже косвенно знакомы в реальной жизни. И каждый раз лично я ощущаю какую-то радость, когда в эту индустрию привлекают новые известные лица. Вот и Death Stranding. Не осталось без звезд кинематографа. Здесь нам компанию составили Норман Ридус, Матс Миккельсон, Гильермо Дель Торо. Из малоизвестных это Леа Сейду, Трой Бейкер, Ти Джей Дженкинс. И это оказалось очень четким попаданием в образы персонажей. Такое чувство, что под этих актеров их специально и создавали. И надеюсь, что это не последнее их появление в подобных проектах. Отработали они все на ура и, согласно некоторым интервью, даже получили удовольствие от процесса. Так что ждем. Ну а наше знакомство с игрой начинается с длительной катсцены и практически полного отсутствия какой-либо информации об окружающей нас среде. К слову, я первый раз, конечно же, запустил игру на максимальном уровне сложности. Я всегда топлю за то, что игру полностью можно ощутить и раскрыть для себя только на режимах посложнее. Чем игра сложнее, тем более изворотливым тебе приходится быть, а также появляется необходимость в использовании всех без исключения механик и других приблуд, которые предоставляет игра. Так вот, мы начинаем игру, обладая буквально никакой информацией о том, куда мы попали и как тут все устроено. Нам представили главного героя, продемонстрировали какую-то чертовщину, дабы интрига началась с первых минут, начали обучать управлению и указали место, куда нам нужно дойти. И пока мы идем до этого самого места, мы уже примерно начинаем понимать, что именно нам придется делать много-много часов игрового времени. Откровенно говоря, местность для доставки грузов, тем более тяжеленных грузов, не самая благоприятная. Камень на камне, сильные течения, скалы, спуски, подъемы под резким углом, уже молчу о дурачках, которые пытаются отобрать ваш груз, и неких существах, которым плевать на груз, им нужны вы. А теперь мы вспоминаем, что игру делал Хидео Кодзима, и получаем в довесок полную реалистичную механику и физику перемещения нашего главного героя на этой самой местности. Нам предстоит ходить, со всеми вытекающими последствиями, как будто это мы в реальной жизни доставляем груз, или просто долго ходим по бездорожью. У нас наблюдается усталость, обезвоживание, износ обуви, желание вздремнуть. А если груза слишком уж дохрена, или же он неравномерно распределен на нашем теле, то нас то и дело будет косить из стороны в сторону. И удержание равновесия нам в помощь, дабы не свалиться. До сих пор помню свое первое падение. Еще до момента, когда игра научила меня зажимать две определенные клавиши, в самом начале я преодолевал водную преграду сильным течением. Прямо на выходе из воды я бахнулся и повредил груз. Это произошло из-за того, что течение воды, согласно законам физики, толкало меня в левую сторону. А при выходе это самое давление прекратилось, а выходил я чересчур быстро, еще и с грузом. Вот и завалился. Таким образом, игра научила меня тому, что физику надо уважать. Здесь на нее сделан просто космический упор. Необходима постоянная балансировка. Правда, когда ты без груза, что бывает очень редко, то перемещаться прям в кайф. Норман Ридус несется как флэш и прекрасно себя чувствует. А в один из таких забегов я понял, насколько опасно разгоняться чересчур быстро. Стоило догадаться, что инерцию в этой игре также никто не отменял. И когда я на убер-скорости убегал от существ, буквально уносил свою задницу и попытался оббежать камень, который стоял у меня на пути, я не смог этого сделать, потому что по инерции меня несло вперед. И функция поворота куда бы то ни было напрочь отсутствовала. Тут-то меня и поглотили. Очередной урок усвоен. Но впереди этих самых уроков было еще очень много. Когда мы доходим до нужного места, где нас хоть кто-то хоть немного посвящает в курс дела, мы все равно до конца не понимаем, что тут нахрен в этом мире произошло, почему мы работаем в службе доставки, что это за монстрятина невидимая, и почему дождь ускоряет время для всего, с чем соприкасается. НПС общаются и между собой, и с главным героем, таким образом, чтобы игрокам, то есть нам, приходилось по крупицам вычленять детали происходящего, чтобы составить в голове общую до конца понятную картину. Хочу вам сказать наверняка, что этот процесс в той или иной мере не прекратится до самого конца игры. В этом здорово помогают не только диалоги и катсцены, но еще и файлы с информацией, которые игра подкидывает по мере продвижения нас по сюжету. Также это является наградой за выполнение заказов и повышение рейтинга на каждых пунктах приема грузов по отдельности. Игра, кстати говоря, поощряет очень многие наши действия, так вот какая-то найденная информация помогает во что-то вникнуть, а какая-то запутывает еще сильнее, и у нас возникает еще больше вопросов. Death Stranding не любит торопливость. Это выражается как в видео вставках, так и в самом геймплее. Катсцены кому-то могут показаться затянутыми, но именно это и погружает нас в нужное этой игре настроение. Когда мы включаем ее, мы должны отвлечься от всего остального и уделять время только ей. Не нужно копаться в телефоне во время катсцен, не нужно идти в сортир с мыслью «Да я быстро, что я там за минуту пропущу? Пропустишь, друг мой, уверяю тебя». Потому что все, что показывается на экране в этой игре, имеет определенное значение, а все незначительное уже было опущено автором. И, конечно же, используются основные приемы поддержания интереса, недоданность информации и недоговоренность. Поэтому не нужно еще и самостоятельно лишать себя этих крупиц, которые Death Stranding удостаивается тебе дать. Любите ли вы музыку? Для меня выйти из дома без наушников – это мини-апокалипсис. Всегда, когда я куда-то иду, я слушаю музыку, потому что она преображает окружающий мир в лучшую сторону, усиливает момент, помогает думать, может либо причинить тебе боль, либо помочь пройти через трудности. Главное – подобрать нужную песню в нужный момент. Ну и, конечно же, бонусом позволяет не слышать тупой треп громкоговорящих идиотов вокруг тебя, особенно в общественном транспорте. Но сейчас не об этом. Наш герой, как мы уже выяснили, очень много перемещается, и в процессе включаются песни. Музыкальная подборка в этой игре очень разноплановая и атмосферная. Я уже очень давно подписан на инстаграм Хидео Кодзимы, и довольно много песен из Death Stranding мелькали у него в публикациях. Очевидно, что он сам их любит и слушает. Его любовь к музыке и к использованию каких-то композиций или полноценных песен в своих играх я понял еще поиграв в Metal Gear Solid V, который The Phantom Pain. Там просто невероятный трек-лист, который уже долгое время держится в моем Спотифае. Такое чувство, что через эти игры Хидео хотел как-то поделиться с нами своими музыкальными предпочтениями, или же просто поставить нам хорошую песню. Мы же не можем ее скипнуть, пока мы играем. Она сама включается, является частью игры и играет на фоне. У нас нет выхода, мы слушаем. Да и этот парень чертов гений. По-моему, нет более элегантного способа включить кому-то песню, которая тебе нравится. Мотайте на ус, друзья. Слава богу, что он слушает не русский рэп. Я просто представил себе картину, ну типа ты преодолел 5 километров через заснеженные горы, через десятки препятствий, мимо существ, грабителей, наконец вышел на финишную прямую к нужной тебе станции, и тут... Ну или другое дело, я понимаю, Григорий Лепс. Кто поверит, я и сам не верю, то ли на счастье, то ли на беду. Этот красавец везде идеально ложится. По этим вот двум играм я сделал для себя вывод, что музыкальный вкус Хидео довольно неплохой и разноплановый. Человек, очевидно, себя не ограничивает. И главное, что он очень уместно подбирает треки в нужные моменты игры, чтобы усилить для нас момент. Лайки и окситоцин. В Death Stranding затронута очень важная на сегодняшний день и интересная тема взаимодействия людей в современном мире, а именно через социальные сети. Обмен сообщениями, фотографией, видеороликами, музыкой. Люди перестали даже разговаривать по телефону, а именно совершать звонки, ведь проще перекинуться двумя фразами в чате. Некоторые люди могут месяцами не общаться, но при этом лайкать материалы друг друга, будь то фото, видео или какие-то мысли. И с развитием всей этой темы некоторые люди, очевидно, очень нуждаются в постоянном одобрении со стороны. Им жизненно важно, чтобы их фотографию оценили, поставив палец вверх. На сегодняшний день у некоторых уже даже может наблюдаться зависимость от этого процесса, особенно у молодого поколения. В отличие от поколения своих родителей, они не склонны разделять виртуальную и реальную жизни. А монитор – это черная дыра. Она вот туда, как знаете, в космос затягивает полностью. Там уже растворился. Поэтому лайк в соцсетях имеет для них такую же ценность, как и одобрение в реальной жизни. Ну, по крайней мере, так говорят психологи. В наше время такого не было. Но хрен его знает, как к этому сегодня относиться, поскольку эти понятия уже давно смешались и нужно уметь разграничивать губы уточкой, сфотканной в сортире ночного клуба, и реальное человеческое достижение, которое действительно было сделано в реальной жизни и было запечатлено фотографом, который потом поделился снимком в соцсети. Что достойно одобрения, а что недостойно, тут уже каждый решает сам для себя, опираясь на уровень своего развития и другие факторы. Поэтому я бы не сгребал все частные случаи в одну кучу, как это, возможно, делают психологи. Здесь же в Death Stranding существует похожая система взаимодействия с окружающими. Все верно, именно с окружающими. Ведь вам предстоит и получать лайки за ваши заслуги и взаимовыручку, и точно так же их раздавать. Кодзима ввел в игру некий элемент взаимопомощи между игроками по всему миру. Как это работает? Конечно же, мы все проходим в одиночку, управляем Норманом Ридусом, не пересекаемся с другими игроками. Но след свой в этом мире оставить может буквально каждый. Например, если мы ставим лестницу в труднопроходимом месте, то черт возьми, вот эта самая лестница может появиться в прохождении и у других игроков. Им не придется тратить ресурсы и время на ее возведение. Соответственно, они могут поставить нам лайк за нашу услугу. И это работает в обе стороны, то есть мы также на своем пути будем встречать подобные ништяки от остальных. И лестница – это далеко не единственный способ помочь своим коллегам, другим игрокам в прохождении игры. Можно даже оставлять послание, например, о том, что здесь есть укрытие от дождя, или что внимательно впереди территория существ, или аккуратно, здесь ваш груз могут подрезать. Также на каждой станции, пункте приема грузов мы аналогично будем получать лайки от системы за проделанную работу. В общем, чем качественнее мы сделаем свою работу, тем лучше нас оценят. Есть такое мнение, что культ лайков разбивает нарциссизм. Но в данном случае здесь больше затрагивается тема сплочения и того, как люди со всего мира помогают друг другу преодолеть трудности. А лайк является одним из способов понять, сколько раз твоя условная лестница помогла кому-то на его пути. Это как бы тонкий намек и послание для человечества. Если кто еще не понял, то мы все живем на одной планете и должны оказывать друг другу поддержку. Лично я чего-то подобного в играх на сегодняшний день не видел. Если кто-то сталкивался еще с чем-то схожим, не ленитесь, маякните в комментарии. В заключении к этому пункту хочу добавить, что дисбалансом игра не страдает, и вы не будете встречать у себя на пути сотни наставленных лестниц, мостов и так далее, потому что они там находятся, конечно же, не вечно. И существует определенный лимит, поэтому будьте уверены, вам с вашими грузами все равно будет непросто. Так вот, это самая рутина. Это доставка емучих грузов. Заказы бывают разных размеров, разного веса, какие-то нельзя ронять, мочить водой, класть на бок, типа пицца. Был там один единственный чувак, который заказывал себе только пиццу. Если честно, он меня очень бесил, если будете играть, вы поймете, о чем я. Была даже бутылка вина, которую надо нести через всю карту, именно нести в руке, с ней нельзя было сесть в машину, мотоцикл или воспользоваться тросом и другими полезностями. И эта самая доставка иногда дико утомляет, если ты отклонился от продвижения по сюжету и пытаешься прокачать свой ранг на различных станциях. Для этого нужно таскать им грузы, туда-сюда постоянно. Вместе с рангом, опытом и улучшением твоих скиллов, ты получаешь много интересной хрени. Но сейчас не об этом. Сначала, когда ты только начинаешь, у тебя нет ничего. Ты можешь нести мало груза, сам ты медленный, до каждой точки идти долго. Транспорта у тебя нет. А помимо груза, который ты получаешь на станции, ты можешь его также подбирать на своем пути в открытом мире. К нему, конечно же, нужно подходить. И, конечно же, охота нагрести его побольше, чтобы получить на станции побольше лайков. Вот идешь и думаешь, мля, это каждому подходить вплотную, подбирать его, как же это долго. И в этот момент игра дает тебе гравитационные перчатки, которые позволяют притягивать груз с расстояния, не приближаясь к нему вплотную. Дело уже идет быстрее, ты даже заметно выдыхаешь. Но ты же хочешь тянуть больше груза, ведь так? А у тебя есть некоторые лимиты, и все меняется, когда игра подбрасывает тебе экзоскелет, который увеличивает твою силу килограмм эдак на 130, и ты уже можешь поднимать неподъемное. И снова дело идет быстрее, отпадает необходимость по нескольку раз ходить от точки к точке, когда все можно погрузить на себя сразу. Тебя также бесит, что груз за твоей спиной постоянно разрушается из-за воздействия темпорального дождя. Нужно вечно от него укрываться или следить за тем, чтобы были ремонтные спреи в инвентаре. А если ты еще и зашел на территорию тварей, где дождь тупо бесконечный, там тебе и никаких спреев не хватит, так на тебе в итоге чехол, накрывающий твой груз от дождя. И можно больше не париться насчет этой проблемы, погрузив некоторый важный груз под этот самый чехол. И это только то, о чем я сейчас быстро вспомнил. Игра сначала создает нам проблемы, чтобы мы задумались, например, вот было бы проще, если бы мы могли притягивать груз с какого-то расстояния. А потом дает нам то, о чем мы какое-то время уже буквально мечтаем. Ребят, вот честно, я понятия не имею, какие там трудности встречаются у игроков на пониженных уровнях сложности, но я проходил на максимальном. Поэтому только о своих эмоциях касательно всего этого дела я могу вам рассказать. У вас же, возможно, было какое-то другое свое ощущение, но я все воспринимал именно вот таким образом. Интересные сюрпризы от игры не будут покидать вас до самого конца. Но для этого вам нужно приобретать на всех станциях, убежищах и узлах максимальный уровень доверия и уважения, то есть поработать на 5 звезд. Это долго, может быть, это даже бесит моментами, не буду отрицать. Но я перед собой ставил цель раскрывать все на 100%, поэтому в каждом убежище я имел максимальный рейтинг, о чем говорит огромное количество звезд, нашитых на моих штанах, где каждая звезда это убежище, которое по максимуму в восторге от моей работы. Вместе с этой отметкой я получал от них как и улучшение своей амуниции, так и просто символические подарки с пасхалками. Также, что немаловажно, открывались новые детали кодекса, помогающие лучше понять окружающий мир. Очень понравилась идея с темпоральным дождем. В мире Death Stranding этот самый дождь при попадании на объекты или даже людей ускоряет для них течение времени, то есть все, к чему прикасается этот дождь, начинает стареть, и нужно держаться от него подальше. У тебя ржавеют ящики с грузом, с твоими припасами, портится транспорт, портятся возводимые тобой объекты, что в итоге требует ремонта или замены. Но если некоторые спрашивают, а вот как же, например, наш герой выходит снова и снова на поверхность под этот дождь, так у него для этого дела костюм специальный. Ну и конечно же есть один мощный сюжетный твист, связанный как раз с тем, что натворил этот самый дождь. Задумка очень крутая. Если поняли, о каком именно моменте я говорю и с кем из персонажей он связан, напишите в комментариях с жирной пометкой спойлер, потому что здесь в видео я об этом рассказывать не буду по понятным причинам, не хочу никому ломать кайф. Ну а между уровнями, да и вообще в любое время, когда мы туда придем, можно и нужно проводить время в личной комнате отдыха. Причем каждый раз, когда я в нее попадал, у меня самого возникало ощущение, что сейчас я тоже отдыхаю. То есть перевожу дух, как Сэм Портер Бриджес после своей тяжелой работы. Здесь мы можем смыть с себя мусор, воспользоваться санузлом, кастомизировать свой рюкзак, почитать почту и конечно же послушать музыку. Кстати говоря, я был приятно удивлен, увидев в своей комнате отдыха энергетик, которым закидывается главный герой. И это не просто энергетик, а сам монстр, один из самых узнаваемых и мною любимых энергетиков, о чем я уже даже упоминал у себя в инстаграме в 2017. На тот момент и даже на сегодняшний день я работал в ночные смены, поэтому довольно часто позволял себе этот и другие энергетики. Сейчас я уже стараюсь их не пить, но раз в 100 лет можно. Но ребят, вы не подумайте, это не пропаганда энергетиков, да и просто газировку пить я настоятельно не рекомендую. Понятное дело, что это все рекламная интеграция, но было круто увидеть там уже знакомый для тебя продукт, который ты сам неоднократно употреблял. Другими словами, комната отдыха это наш островок спокойствия, адекватности и безопасности. Это все соизмеримо с тем, что мы ощущаем в реальной жизни, когда приходим домой с тяжелой работой. В первую очередь, уже хотя бы тем, что мы приходим домой и если день был особенно угребищным, то мы сразу заваливаемся спать. Нельзя ничего не сказать о режиссуре, постановках и актерской игре. С этой точки зрения Death Stranding это один громаднейший шедевр. Хоть это все еще и не кино, хотя эта грань уже почти стерлась, я все равно буду хвалить работу оператора-постановщика, потому что смотреть на эту картинку это одно лишь удовольствие. А количество скриншотов, которые я наделал, это в самом деле нечто рекордное. Какие-то из них я сейчас вставлю сюда, какие-то прикреплю к своей печатной статье в Яндекс.Дзене, если кому интересно, ссылка в описании. Ну а игра актеров... Короче, я проходил в офигенном официальном русском дубляже. Голоса просто шикарно были подобраны. Я что хочу сказать, я давно уже слушаю голос Нормана Ридуса, потому что я смотрел все сезоны Ходячих Мертвецов. Именно оттуда мне этот чувак в свое время и полюбился. И когда Сэм Портер Бриджес заговорил по-русски, понятное дело, это был не оригинальный голос актера. Его озвучивал Александр Хобашев. Я просто охренил, насколько точно он подходит по его тембру и манере речи. У меня действительно возникло ощущение, что это просто сам Норман Ридус заговорил по-русски. Такая же ситуация и с остальными персонажами. Клифф, о которой Мац Миккелсон озвучивает Владимир Антоник. Вы его точно знаете, потому что он работал над дубляжом и в Матрице, и во Властелине Колец, и в Терминаторе, Убить Билла и многих других известных проектах. Также наша девушка Татьяна Ермилова подарила свой русский голос персонажу Фреджайл. До этого ее голос вы могли слышать, например, в Безумном Максе, Хоббите, Ларри Крофт. И отдельно хочу отметить очень сочный и мощный голос персонажа Дай Хардмена, которого у нас озвучил Максим Пинскер. Обладающий приятным баритоном. Его голос вы так же дохрена где слышали, но, блядь, одна из сцен с участием этого персонажа меня просто порвала на части. Я сидел просто охуевшим. Знаешь, почему я до сих пор живой? Потому что он не давал мне погибнуть. Он каждый раз вытаскивал меня из пекла. И я любил его так же сильно, как и ее. И когда он взглянул на меня, этот призрак. Я понял. Он пришел меня убить. Покарать меня. И был бы прав. Не волнуйтесь, тут отдельные фразы, вырванные из контекста, которые вы ни хрена не поймете, если не начнете ознакомливаться с Death Stranding целиком. Мне после этой сцены стало интересно глянуть, как это звучит в оригинале голосом самого актера Томми Эрл Дженкинсона. Все наши дикторы смогли добиться практически стопроцентного сходства в самой манере речи, и они передали нам характеры персонажей именно так, как это задумывалось создателями игры. Death Stranding определенно удалась и как игра, и как кино, и как книга, потому что текста и кодекса тут дохрена и больше. Готовьтесь очень много читать и вникать, и даже как музыкальный альбом. Короче говоря, здесь собран практически весь популярный и доступный человеческий досуг, приправленный авторским почерком Хидео Кодзимы. Ну а теперь, конечно же, разбор претензий. Буду брать те, которые публиковались в открытый доступ на широкую аудиторию, плюс информация из каких-то фраз и обсуждений людей в социальных сетях. Например, на одном небезызвестном сайте, который я называть не буду, у этих ребят даже есть раскрученный канал на ютубе, в их статье были следующие замечания, и я буду отталкиваться именно от них, потому что, по сути, это такое собирательное высказывание по всем негативным отзывам, которые я чаще всего встречаю в интернете или слышу от знакомых. Цитирую, «Всего в игре больше полусотни сюжетных миссий, большинство из них так или иначе связаны с доставкой объектов из одной области в другую, да и во второстепенных заданиях предлагают заниматься тем же». Проблема в том, что все эти доставки смехотворно легкие и даже пользоваться дополнительными возможностями практически не приходится, они лишь ускоряют процесс или облегчают его, но не вносят необходимое разнообразие. Здорово, когда ты можешь запихнуть все добро в грузовик или аккуратно сложить его на воздушный транспортер, который будет следовать за Сэмом, но в конечном итоге игрок занимается тем же, что просто полагается на разблокированные технологии, а не взваливает все на спину. Ни разу игра не предложит безвыходную нервирующую и раздражающую ситуацию. Очень редко здесь попадаются задания, где контейнер необходимо держать горизонтально нести в руках или ни в коем случае не погружать в воду, но даже в этих поручениях игрока будто боятся наказывать, вдруг он все забросит и вернет диск с игрой в магазин. Например, если груз запрещают трясти, на деле он не сильно повредится при тряске, просто помигает красным цветом с неприятным звуком и все прекратится, когда Сэм остановится. А когда в одной из миссий вас просят доставить контейнер за 40 минут, даже без использования лестниц, вы доберетесь до пункта назначения за 6 минут. Ни хрена подобного, дорогие друзья. Теперь по порядку. Ну, во-первых, ты эти разблокированные технологии сначала разблокируй. Опять же, я понятия не имею, на каком уровне сложности ребята пробегали перед обзором, но я как топил за самый сложный, так и продолжаю топить. Судя по всему, это решение верное. Конечно же, наличствует куча примеров банальных заданий, которые нужны в принципе только для того, чтобы нахватывать лайки. Поверьте, если вы не ставите перед собой цель подтешить свое ЧСВ и стать лучшим высокоуровневым курьером во всей вселенной Death Stranding, о чем, конечно же, будет трубить встроенная в игру статистика, то эти задания, по сути, не имеют для вас никакого смысла. Да и какой-нибудь азиат уже давным-давно это сделал, и вы точно его не переплюнете, поэтому не стоит даже браться. Выполнять некоторые несюжетные заказы имеет смысл исключительно для того, чтобы получить максимальный рейтинг в этих самых убежищах. Для получения отметок, нового оборудования, улучшения старого, новой информации об окружающем мире и подарков с пасхалкой. Я об этом уже упоминал, а когда вы полностью выжимаете из убежища все эти приколюхи, вы можете даже больше не заходить в него. То есть, сделайте определенный минимум и чешите из этого убежища, если по сюжету вам там больше делать нечего. Заниматься этим или нет, решайте сами. Но лично мне было интересно, я выжимал все из всех. Это рутина, которую мы должны были ощущать в рамках задумки этой игры. С хера ли на это все еще кто-то жалуется, я понятия не имею. Тем более, что никто не заставляет вас вот так заморачиваться со всем этим. Став легкий режим и иди строго по сюжету. Но чувак, если ты отдал от двух до четырех тысяч хиральных кристаллов за игру, то ты вряд ли захочешь попрощаться с ней настолько быстро. И я тебя уверяю, она своих денег стоит. В процессе она окупит себя несколько раз, особенно если будешь также полностью раскрывать для себя ее мир. Говорить о том, что доставки смехотворно легкие, это смехотворно, потому что они нихрена не легкие. Ну, точнее, не все. Они просто разные по сложности. Напоминаю, я не знаю, что у них там на легких режимах, на которых они, возможно, эту игру проходят, но я порой ощущал боль от того, что и как нужно выполнить. Например, есть один чувак, который жрет пиццу. Блять, я не могу поверить, что я снова о нем говорю. Короче, ребят, это единственный человек, который заказывает жрачку. Это просто по бочкам, по приколу. Хотите, выполняйте, хотите, не выполняйте. Но такой уникал, он именно что один. Но все-таки я рекомендую выполнить. Там потом поймете, что к чему, напоминаю, что это игра Хидаюкадзима. И ему нужно быстро ее доставлять, пока она не остыла. Стандартный заказ на время, таких много. Несколько раз за весь игровой процесс он к нам обращается с этим заданием. И дважды эту пиццу ебучую нужно было тащить для него из такой ебени, о которой вам даже не снилось. А еще один раз у него там какая-то годовщина была, и нужно было притащить еще и бутылку шампанского или вина, я уже не помню. Скорее всего шампанского. Потому что его нельзя было взбалтывать, можно нести только в руке, его нельзя грузить за спину, прикреплять костюм, погрузить на машину. Только рука. И нести эту бутылку пешком через всю карту и тонну препятствий. И думайте сами, как это сделать четко по времени. И черт возьми, не везде можно подъехать на транспорте. Я, конечно, не утверждаю, но возможно авторы вот этой публикации не доиграли до момента, когда мы попадаем в заснеженные горы. Это самая сложная и местами бесячная локация. Пожалуй, самые сложные заказы были именно там. Доставки смехотворно-легкие. Вы вообще первую локацию покинули? Потому что самый сок начинается как раз после корабля. Хотя, вроде бы и дошли, потому что в статье упомянули за воздушный транспортер, который появляется в игре попозже. Далее же в своей статье вы упомянули и заснеженные горы. Но, а почему вы не упомянули, что просто погрузить вещи в транспорт и не париться, этого недостаточно. Чтобы сравнительно нормально и свободно перемещаться между убежищами на транспорте, нужно восстановить хуевую тучу дорог. На что вам потребуется хуевая туча ресурсов, которые вы будете искать и собирать отовсюду хуевую тучу времени. До этих самых пор транспорт вам ни хрена не поможет. Постоянно будет садиться заряд батареи и, как я уже упоминал, далеко не везде в этом мире можно комфортно проехать на транспорте. В общем, как и в нашем мире. Не построишь дорогу, будешь проезжать долго и хреново. Так вот, поверьте мне, восстановить дороги это чуть ли не то, чем вам предстоит заняться в первую очередь. Иначе будет очень туго. Существуют огромные заказы еще и на время, где у тебя большое количество тяжелых контейнеров и везти их нужно буквально через всю карту. Причем, они все не влезают в грузовую машину. Нужно раза три-четыре туда-сюда проехать. Через всю карту, Карл. И такие заказы стоит брать и выполнять, потому что за них тебе накидывают больше всего лайков и твой рейтинг в убежищах растет заметно быстрее. Короче, хватит говорить, что доставки легкие. Какие-то да, особенно когда ты уже руку набил, какие-то нет. Они здесь есть на любой вкус и сложность, раз на раз не приходится. А разнообразие как раз и заключается в том, что одну и ту же задачу можно выполнить разными способами, использовать для этого разные приспособления. Нравится еще вот эта фраза, а когда в одной из миссий вас просят доставить контейнер за 40 минут, даже без использования лестниц, вы доберетесь до пункта назначения за 6 минут. В одной из миссий их там 500 штук. В общей сложности 500 мать их заказов. И в одном из них вы обнаружили неприятный для вас пункт. Да пусть хоть в 10 или в 20, их все равно все еще 500, это очень много. Я не думаю, что вы будете анализировать каждый из них на предмет глупости и нестыковок, или вы уже просто не знали до чего докопаться и решили за уши еще и это притянуть. Да и в целом в данной статье не сказано об игре ни одного хорошего слова. С какого простите хрена? Если вы хотите быть объективными и таковыми себя считаете, то будьте такими до самого конца. Потратьте время и по-честному разберите все как следует, потому что, например, вас читает и смотрит до хрена людей. Вы популярный паблик и канал на ютубе. Ваше слово для многих имеет какие-то вес и силу, а с большой силой приходит большая ответственность. Потому что многие прочитавшие или послушавшие вас, конечно же, проникнутся в то, что вы сказали и не будут ее даже устанавливать, чтобы составить уже свое мнение. Ведь вы только и сделали, что полили многолетнюю работу дерьмом. Конечно же, всегда есть какие-то недостатки, не бывает прям все идеально, тем более у таких масштабных проектов. Всегда, что бы вы не включили, будут как и плюсы, так и минусы. Всегда найдется что-то спорное и компромиссное. Но по вашей статье складывается такое впечатление, И как же так интересно получается, что у людей потом в социальных сетях встречаются примерно вот такие же замечания, которые описаны в этой самой статье. Какие-то новые высказывания попадаются крайне редко. Почему? Может потому, что люди уже прочитали вашу статью и просто распространяют ваше мнение, вместо того, чтобы пойти посмотреть самому и составить свое? Ну и если кто не знает или еще не понял, то стоит добавить, что большей популярностью у большинства людей на планете Земля пользуются кринжовые, разносные и скандальные материалы, чем что-то хорошее. А значит, что и у этой статьи будет больше читателей, чем если бы они излагали что-то хорошее или похвалили бы Death Stranding. Поэтому, чисто с финансовой точки зрения, с целью заинтересовать, с целью притягивания и удержания аудитории на ресурсе, будь то видео на YouTube или же статья на сайте, гораздо выгоднее выкладывать контент, несущий в себе негатив. Практика и статистика просто орут о том, что по статье с названием известного актера застали за пьяной выходкой, клацнут гораздо больше людей, чем по статье с названием известному ученому дали премию. Поэтому все оставляю на ваше собственное умозаключение. Мы можем спокойно верить во все плохие новости, отзывы, обзоры и негатив в интернете, или же мы будем понимать, что отчасти это все пишется и выдумывается исключительно для продвижения собственных ресурсов с целью побольше заработать в дальнейшем. Думайте сами. Что касается нашей сегодняшней темы, я могу сделать вывод уже хотя бы по количеству достижений в стиме, что люди в Death Stranding действительно вовлечены. Потому что из 63 доступных достижений я получил 50, из них всего 2 или 3 ачивки оказались редкими, то есть выполненные всего лишь 10% от всех игроков. А это значит, что людям, которые через это проходят, также этот мир оказался небезразличен, иначе таких редких достижений было бы гораздо больше. Вот я лучше буду верить хотя бы этому показателю, чем статьям из интернета. Но в 2019 и 2020 годах Death Stranding была номинирована в большом количестве категорий во многих премиях и получила победу. Я, конечно же, очень хочу перечислить эти самые категории. Так вот, лучший нарративный дизайн, лучший саундтрек, лучшая режиссура, лучшая актерская игра Мац Миккельсен, выдающееся достижение в области звукового дизайна, выдающееся техническое достижение, выступление в драме Мац Миккельсен, сборник песен, песня оригинальная или адаптированная, превосходство в технических достижениях, снова техническое достижение, лучшая графика, лучший персонаж, Сэм Портер Бриджес, лучшая приключенческая игра в жанре экшен, лучшая игра новичка, речь о том, что это первая игра от студии Кодзимы после того, как та перестала быть одним из подразделений компании Канами, аудио года, звуковое оформление года, лучший кинематографический ролик, лучший диалог, лучший оригинальный саундтрек, игра года для ПК. То есть, я прекрасно могу понять, если люди разносят откровенный шлак и халтуру, что обычно является следствием откровенной халатности со стороны разработчика, дабы сделать как угодно, мол, люди схавают, а мы такая хитрожопая студия, заработаем денег, но в данном же случае вполне очевидно, что это не является халтурой. Death Stranding это многолетний труд команды настоящих профессионалов с многолетним опытом работы, знанием своего дела, а главное, любовью к своему ремеслу. Что ж, закончил я ее проходить. Я все ждал, какая же здесь будет концовка, и она вышла очень даже в духе нашего гения. Примерно что-то подобное я и ожидал. Во-первых, конец был очень длинным, это именно что почерк Хидео Кодзимы. Признаюсь, я в какой-то момент даже утомился. Там настолько долго и неспешно начали все разжевывать, а до каких-то моментов я в процессе уже догадался сам, и не все было для меня сюрпризом, но даже несмотря на это я был не менее в шоке. Все-таки умеет он перевернуть реальность в твоей башке. А исповедь некоторых персонажей меня особенно тронуло, и когда закончились титры, я понял, что больше, скорее всего, я этих персонажей не увижу, и не почувствую ту атмосферу, которая меня в той или иной степени не покидала долгие месяцы, когда я заходил в Death Stranding. Переигрывать ее просто не хочется. По одной лишь простой причине, что я выжал из нее практически все соки, и где-то полгода это была единственная игра, которую я в свое редкое свободное время включал вне стримов. Сюжет в ней охеренен. Мир, ну, я вам скажу честно, я такого еще не видел, даже сравнить с чем-то не могу. И так как я уже знаю сюжет, так как я дышал этой атмосферой многие месяцы, раскрыл для себя все возможные механики и многие тонкости, и учитывая затраченное на это время, я могу считать это прохождение для себя исчерпывающим. На что вы, конечно же, можете возразить, что игра по-настоящему хороша только тогда, когда ее хочется включать снова и снова, даже несмотря на то, что ты уже ее проходил, возможно, даже не раз. И я с этим согласен. Но Death Stranding это действительно исключение из всех возможных правил. Чтобы вы лучше понимали, что я хочу сказать, книга Льва Николаевича «Толстого война и мир». Это 1300 страниц обычного книжного формата. И я не знаю лично ни одного человека, который прочитал бы эту книгу дважды. Круто, доходчиво, масштабно, легендарно, исчерпывающе, но в 99% случаев даже те, кому она искренне понравилась, больше никогда ее не откроют без особой на то необходимости. И я правда не знаю, что должно произойти, чтобы я снова решился погрузить себя в данное творение Кодзимы. Оно мне очень понравилось, это определенно не является для меня чем-то проходным. Однозначно буду вспоминать, возможно, даже всю жизнь, потому что здесь есть что вспоминать. Но включать Death Stranding снова это очень вряд ли. А всем, кто еще этого не сделал, хотя уже несколько лет прошло с момента релиза, я рекомендую ознакомиться. Тем более, тут недавно режиссерскую версию на все платформы подвезли. Так что это дополнительный повод взяться за нее тем, кто все эти годы обходил ее стороной. Ну а я же в очередной раз жду, когда Хидео Кодзима сотворит для нас новое резонансное нечто, можно будет раскрывать и понимать десятки часов, но и в конце подарит нам необычное и невероятное послевкусие до конца жизни. Всех благодарю за просмотр, отдельное спасибо тем, кто дожил до этого момента. Ну а на сегодня у меня все. Всего вам доброго. Знаете, что забавно? Что после того, как я практически закончил работу над этим обзором, в интернете из всех щелей начали появляться слухи о том, что Death Stranding 2 находится в разработке. Конечно же, никаких официальных заявлений на данный момент никто еще не делал и неизвестно, когда появятся хоть какие-то реальные данные, но лично я хочу верить, что это все не просто хорошая шутка, потому что, как я упоминал прежде, переигрывать в первый Death я уж точно не буду. Но буду бесконечно рад, если Кодзима подарит нам продолжение. А вы хотели бы еще раз окунуться в мир после выхода смерти или же считаете, что все органично закончилось и продолжения быть не должно? А ответ свой напишите в комментариях.